Сегодня мы разговариваем с человеком, который профессионально занимается фитнесом. И сегодня я хотела бы узнать его мнение по поводу сыроедения. Тем более, что у него есть небольшой опыт. Борис, приветствую тебя еще раз. Привет, Кира. Расскажи вкратце, что ты думаешь о рационе сыроеда? Ну, вообще, года три назад, наверное, я сам над этой темой серьезно задумался, прочитав несколько книг на эту тему и решил попробовать. Ну, мое сыроедение было немножко не в том понимании, как принято, когда ограничивать рацион только фруктами. Вот, я ел сырое все, просто ничего не готовил. Я покупал тунца мороженого, которого ел очень классно, как суши, с соусом. Сейчас сыроеды закидают тебе камняни. Вот, ел овощи, фрукты, пил свежевыжатые соки. Ну, там, все, что, короче, не готовится. На самом деле, я, в принципе, положительно отношусь к этому. Здесь важно очень самоострой человека. То есть, насколько он готов к этому и для чего ему это нужно. Конечно, вот немногие могут отказаться, скажем так, от полноценного привычного рациона, сразу перейти на сыроедение. Поэтому здесь нужно постепенно переход делать. Да, конечно. Наверное, сначала просто добавлять больше натуральной пищи и оставлять какое-то количество. Ну, вот, например, по обычному образу жизни не каждый человек так может. Хотя я знаю, что в Москве есть, допустим, тоже магазины, типа сыроежка, интернет, которые очень успешно решают многие проблемы, связанные с приготовлением пищи. Они там уже готовы, могут какие-то доставлять продукты. Вот. Но в обычной жизни не всегда получается. Почему? Потому что не всегда под рукой может действительно оказаться что-то, что можно съесть по рациону сыроеда. Особенно для людей, которые занимаются очень активно каким-то спортом или там фитнесом. Здесь идет очень большой расход энергии и не всегда сыроедение может покрыть именно эти затраты. Допустим, по себе скажу, что я где-то занимался три месяца этим. Вот. Но я уже сказал, что я ел все сырое. Также я, значит, я даже пил сырые яйца. Вот. Первое время было тяжеловато, потому что не хватало углеводов. И общался также с некоторыми людьми, которые тоже так пробовали. Иногда люди действительно из-за того, что не хватает углеводов, срываются. Где-то добирают. Потом хлебу могут съесть, печенье. Потому что человек так устроен, что и где-то он в чем-то ограничивает, в другом он обязательно доберет. И, в свою очередь, я три месяца держался, честно. Первый месяц, наверное, мне было не очень комфортно. Мне все время хотелось спать и все время не хватало энергии. Энергии не было. Да, энергии не было. Вот просто бывает у меня тренировка, за ней следующая. Потом я сам вел групповые занятия. И вот думаешь, как бы себя заставить, смотивировать. И вот только психологически, внутренне я понимал, зачем я это делаю. Мне хотелось просто очистить свою энергетику. Потому что я прочитал очень классно чистить энергетику и как-то вглянуть на мир другими глазами. В принципе, мне это удалось. Удалось. Да. Я осознал многие вещи, которых раньше не замечал. Каких, например? Ну, я, например, стал больше замечать вокруг мелочей жизни каких-то, например, которые мы раньше проходим мимо и не замечаем. Там бабочка прилетела, образно говоря. Там мы заметили какое-то дерево, мимо которого раньше проходили, его просто не видели. То есть стали замечать обычные мелочи жизни, которые раньше для нас просто не существовало. У нас был в голове свой маршрут от дома, скажем так, до работы и обратно. Идя по этому маршруту в своих мыслях, мы не замечали ничего вокруг. Вот. Когда у тебя состояние меняется, ты испытываешь какие-то новые ощущения и почему-то начинаешь обращать на то, что не обращал внимания раньше. Какой ясный взгляд. Да, проясняется сознание. Ты смотришь более ясными глазами. У тебя сейчас и ясные глаза. Даже если ты не сорвешь это. Спасибо. А я вообще стараюсь питаться, в принципе, здоровой пищей на протяжении уже лет пяти, наверное. Я практически ничего не ем жареного. У меня такой простейший рацион. Тем более, когда сейчас здесь, находясь в Таиланде, здесь очень просто это сделать. Любые фрукты, любые овощи, они всегда доступны. Да, салатики можно сделать. Да, салатики. И по минимуму там что-то можно приготовить, отварить. То есть, очень удобно в этом плане. И когда тепло, оно немножко аппетитнее такое. Да, согласна. Ты знаешь, еще я заметила, после тренировок, которые ты вчера проводил, вообще есть не хочется. То есть, какой такой подъем энергии, мышцы в тонусе, есть не хочется вообще после тренировок именно? Ну, здесь я не совсем соглашусь, потому что мне, например, после тренировок есть очень хочется. Когда я очень хорошо потренируюсь, то буквально где-то через час у меня просыпается зверский аппетит. Я вчера на завтрак съел три яйца, выпил кокос, затем я съел еще мюсли с молоком. То есть, у меня такой прям затрат энергии. Просто объясню, в чем отличается человек, который тренированный, от нетренированного. В наших мышцах содержатся гликогены. Это та энергия, которая необходима для моментального осуществления наших всех движений. И когда ты постоянно тренируешься, в мышцах накапливается этот гликоген очень много. А накапливается он из углеводов, которые поступают с пищей. То есть, у человека нетренированного это идет в жир. У человека тренированного лишние калории идут в мышцы. То есть, после тренировок особенно. И если я не поем хорошо после тренировки, да любой другой человек, который хорошо потренировался, откуда организм будет брать энергию? Он будет есть мышцы. В первую очередь, организм съедает наши мышцы. Это легко доступные белки, которые моментально высвобождаются в энергию. Жир будет сгорать только в том случае, если человек во время занятий держит определенный пульс, еще находится на свежем воздухе, тогда он по чуть-чуть будет сгорать. Когда человек без движения, в это время жир не сгорает. И поэтому здесь очень важно понимать, что большие перерывы в еде, они не всегда полезны, особенно после тренировок. Именно для хорошей физической формы, для хорошего самочувствия. Немножко задели сейчас вопрос о том, как похудеть. Это такая распространенная проблема многих людей. Получается, для того, чтобы человеку похудеть, ему в первую очередь нужно заботиться о движениях. Нужно двигаться, и не только питание ему поможет похудеть. Или все в комплексе нужно использовать? Ну, здесь, как говорят у нас, кто приходит заниматься и хочет действительно похудеть, я всегда говорю таким образом, что 50% успеха зависит от питания. 50% от физических занятий, 50% от питания. Потому что, что мы делаем на тренировке? На тренировке мы создаем программу, как мы хотим выглядеть. На тренировке с мышцами мышцы не растут, ничего не происходит. Мы на тренировке раскручиваем наш метаболизм, мы тренируем мышцы. А все остальное самое интересное происходит во время восстановления, когда организм восстанавливается, когда мышцы начинают формироваться. И питание – это очень важный момент, регулируя который, мы или ускоряем процесс желательный, который мы хотим прийти, кто-то хочет обрать мышечную массу, слишком худой мальчик какой-нибудь. Даже многие девочки приходят, у них большая проблема с именно мышечным корсетом спины. У них нет мышечной массы, и у них и сутулость появляется, то есть осанка ухудшается. Спина болит, и попы все хотят, упруглые девочки. Здесь уже зависит, как она будет питаться, сколько в ее рационе белков. То есть обязательно нужно выстроить питание таким образом, чтобы оно помогало скорейшему достижению результата. То есть, например, если человек хочет похудеть, то он должен понять, сколько калорий в день он может себе позволить. И обязательно разбивать питание на частые приемы. Потому что, когда мы съедаем одним махом, допустим, тысячу калорий, ну, понятное дело, что они все не могут усвоиться, что-то в жир пойдет. А когда мы эти тысячи калорий хотя бы разделим на два приема или на три, здесь уже понятно, что эта энергия успеет усвоиться, и в жировые клетки уже мало совсем пойдет. Поэтому питание – это очень важный фактор достижения успеха. Борис, а ты вот до сих пор, скажем так, веришь в систему калорийности питания? Ну, говорят же о том, что мы не машины, которые сжигают еду, и вот как раньше энергия, которая освободилась после сжигания, да, какого-то определенного продукта, считали, ну, за калорий, за единицу калорий. Сейчас уже эта система не актуальна? Ты так не считаешь? Знаешь, Кир, я вижу на опыте, как это происходит, и за многие годы, скажем так, сколько я с этим сталкивался, я понимаю только одно – есть такое хорошее выражение – жир из воздуха не берется. Все толстые люди, которых мы можем встретить на улице или еще где-либо в спортзале, они толстыми стали не потому, что у них обмен веществ нарушен, не потому, что они какие-то больные, потому что они не могут сконтролировать себя в еде. Они много кушают, употребляют много калорий, мало двигаются. Все это организм так устроен, к сожалению, не знаю почему, что он накапливает в жир все. Он не может просто взять и в тепло сжечь, и выкинуть. Конечно, есть исключения, можно встретить, допустим, как мужчину, так и женщину, которые очень худощавые, но при этом могут есть в два раза больше тебя. Да, есть такие люди. Да, у них очень высокий уровень метаболизма, у них просто все это в тепло сгорает. Но в большинстве своем многие люди страдают от избыточного веса, потому что чрезмерно потребляют калории. И я на опыте очень со многими людьми работал, когда смотришь, что человек занимается, год занимается. У него вроде сначала был успех, смотришь, он сбросил 8 кг. Потом как-то он раз поправился и стоит на месте. Вроде уже второй год пошел занятие, а у него как-то вот он немножко, скажем так, ухудшил свои показатели. Начинаешь с ним разговаривать, он вроде сначала так смущается, а потом все-таки рассказывает, что вечерком он, ему жена готовит картошечку жареную с хлебушком, он там, да, со стопочкой водочки, да. Сальца еще. Да, утром ему покушать некогда, потому что он спешит на работу. Целый день он ходит голодный, только часа в два он нормально, первый, второй, третий салат там еще покушал, потом следующий прием вечером. Чем это опасно? Огромное количество калорий за раз. Причем всегда считается, что с утра вообще питание стоит такой пирамиды. Вот с утра это много, а к вечеру это вот так. Потому что с утра мы двигаемся, мы можем еще их сжечь, эти лишние калории. Вечером же мы ложимся, готовимся ко сну. Ну как мы их сожгем? Вот мы поели, организм все равно свое берет, как я говорил. Что вот у сыроедов, у многих, которые пытаются, но у них не получается, они где-то держатся, держатся, потом все равно срываются. Это хуже всего. Да, срывы такие сразу навареные, на пицце срываются. И да, углеводы, это самое страшное, потому что это энергия. Организм, самый страшный стресс испытывает это во время, когда что-то грозит смертью. Голод, это первый признак гибели организма, это конец энергии. Это огромнейший стресс. Я могу очень много рассказывать о том, как эти процессы происходят, но как бы наша рубрика сегодня немножко другому посвящена. Поэтому я все-таки считаю, что калорийность, это очень важный показатель. Приемы пищи нужно обязательно следить, насколько то, что ты кушаешь, обладает калориями. И еще добавлю, что пища бывает тоже разная. Например, есть пища, которая обладает пустыми калориями. Это, например, возьмем банальный пример Макдональдс. Бутерброд в Макдональдсе, он очень сытный, но, к сожалению, в нем очень мало полноценных белковых витаминов. Особенно там очень много насыщенных жиров. Это все чисто просто пустые калории. Там нет ни клетчатки, ни сложных углеводов, ничего. То есть сразу же взрыв инсулина, сразу же мгновенное переваривание и отложение в жир. Все. Или возьмем хотя бы те же спагетти из твердой пшеницы или кашу овсяную. Это тоже калорийная пища, но это сложные углеводы, которые будут медленно высвобождаться, не вызывая взрыва инсулина в организме. И тем самым не откладывая больших количеств жировых клеток. Спасибо тебе огромное, что делишься такой полезной информацией. Борис, хотел тебя спросить. Получается, что в принципе, по большому счету, сыроед, который много ест, правильный сыроед, я имею в виду правильную пищу. Не орехи он ест постоянно, а живые фрукты и овощи. В принципе, он может тоже поправиться и потолстеть даже на сыроедении. Я, к сожалению, не знаю таких фактов, чтобы на сыроедении, если человек, который все соблюдает, мог поправиться. Но все-таки такое случается. А я тебе расскажу про свой опыт. Я поправилась на сыроедении. Я не ела никаких орехов, никакой жирной пищи. От масла давно отказалась. У меня здесь малечко другой процесс. Я голодала на сухую три дня. Это была такая определенная чистка, но это был сильнейший стресс для организма. И когда я выходила из голодания, мне очень сильно хотелось есть. То есть, прям начался такой жор. И он продолжался достаточно долгое время, около 4-5 месяцев. Я ела, ела, ела. А что же ты ела? Я расскажу, да, я фрукты. У меня друзья есть, которые срываются после такого голодания на варенку. И на третье, десятое, на пицце и так далее. У меня, слава Богу, это была сырая еда все-таки. Я ела, 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 ела. И, в принципе, мой организм, обмен веществ замедлился. Организм перешел в режим накапливания, как я для себя это определяю. И, в принципе, появился лишний жировок, появился, ну, поэтому сделал, что я очень много ела. И, ну, вот через 4-5 это все пришло в более-менее форму такую нормальную, обычную. Мой обмен веществ более-менее пришел в ту форму, которая раньше была. Ну, вот такая ситуация была. То есть я, получается, на сыроедении все-таки толстела. Я предлагаю переместиться сейчас в другое место. И я отвечу на это. С удовольствием. Поехали. У меня достаточно немножко стекли. Ну, раз мы затронули тему, почему так происходит, почему человек сидит на сыроедении, все равно поправляется, то тут, в принципе... Да, даже кусочка арбуза бывает. Я скажу просто. Это подходит, скажем, такое состояние для любого человека, который поменял свое питание. Объясню, почему. Когда организм долгое время привыкает к своему рациону, и потом его резко меняем, это также стресс. Что происходит в организме? Он недополучает того, что привык получать. Включается механизм резерва. Организм начинает состояние резерва. И в следующий момент, когда человек все-таки начинает чего-то больше есть, что он делает. Раньше он эту энергию усваивал, как обычно. Но здесь он понимает, что раз выдался такой момент, когда можно нормально поесть хотя бы арбузов, хотя бы бананов, нужно эту энергию по максимуму запасти в жиры. Почему? Потому что может опять наступить ситуация голода, когда не будет энергии. И организм начинает тупо запасать все, что получается в перерывах между обычным привычным рационом, который сейчас человек ведет, просто в жир. Да. Потому что он в состоянии стресса находится. Были такие случаи, когда люди садились на диеты. Я как раз недавно рассказывал о том, что диета все-таки это для людей, которым прописал врач, но не для здорового человека. Садится, допустим, женщина на диету, весит изначально 70 кг, хочет сбросить до 62. Она садится на 2 месяца диету, которую там вычитывала где-то, пьет кефир, ест яблоки, все хорошо. У нее, значит, до 65 удается сбросить. При этом она еще не занимается. Что происходит дальше? Дальше ее пригласили в гости в кафе подруги. Там она говорит, я, в принципе, могу себе позволить тарелочку пасты. И съедает тарелочку пасты. За тарелочкой пасты на следующий день идет какой-нибудь бутербродик, которых она не ела уже давно. И вдруг она с ужасом через неделю смотрит, что она весит уже 67. Как так? Потом она привыкает к этому состоянию. И, в общем, в конце, буквально после того, как эти 2 месяца прошло, она начинает нормально есть. А все же время же нельзя сидеть на такой диете. Она уже весит не 70, она весит, как изначально, она весит 72, 73, бывает даже 75. Да, да, набирает больше. Да, многие люди набирают. Почему? Потому что лучше все-таки, если ты поменял свой рацион, чтобы он был уже постоянен. И при этом нужно заниматься. Объясню почему. Потому что все наши мышцы, они должны двигаться. И для того, для чего мы занимаемся? Для того, чтобы давать организму понять, мышцы нам нужны. На самом деле для организма очень сложно содержать такое количество кровеносных сосудов, потому что их надо питать. Туда нужно много крови, кислорода. Ему проще от них избавиться, заменить все жиром, потому что это экономно. Но когда мы тренируемся, мы обманываем организм, говорим, нам надо поднимать вот эти гантели, нам надо 100 раз приседать, нам надо 100 раз прескачать. Нам нужны эти мышцы. Он говорит, я понимаю, я буду держать эти мышцы, жир нам не нужен. Как мы только перестаем делать, он все, мышцы убирает. Зачем ему тратить столько энергии на то, что не нужно? Ну да, логично. Да. Организм тоже очень хитер, и мы его тренировками пытаемся обмануть. На самом деле природа так устроена, что все в природе очень экономно. Она привыкла экономить, потому что иначе мы не выжили бы многие виды. Поэтому, да, человек он хитер тоже, поэтому он природой пытается обмануть. Вот, поэтому здесь то, что если человек поправляется на сыроедении, это уже то, что он немножко не соблюдает свой рацион и углеводами, теми же бананами, виноградом, ну, любыми фруктами, высокосодержащими сахара, пускай даже это будет фруктоза. Это даже калории, те же калории, причем быстрые. Да, да. Здесь вот я считаю, что белков, когда не хватает, это очень страшно, потому что мышцы строятся на белках. Белок – это строительный материал для наших мышц. Вот давай поговорим с следующим вопросом об этом как раз-таки. Можно ли сыроеду вот такие вот мышцы, как у тебя, скажем так, нарастить на вот такой вот пище, как ты говоришь, безбелковой? К сожалению, скорее всего, нет. Объясню, потому что ведь, как я уже сказал, строительный материал – это белок. Также нужны сложные углеводы, которые содержатся в злаковых, в крупах для того, чтобы вот этот гликоген насыщать. Сыроед может просто держать себя в отличной форме для того, чтобы быть, скажем так, в тонусе. Он может иметь упругие мышцы, он может иметь хорошую физическую форму, может даже, например, раз в 50 подтягиваться на труднике. Но именно большие мышцы – это очень сложный вариант. Я даже скажу, что большие мышцы труднее нарастить, нежели сбросить вес. Потому что это очень такой трудоемкий процесс. Каждый день тренировки, и тренировки с большими весами. Потому что организм так устроен, что у нас есть быстрые мышцы, силовые, которые отвечают за силу, и медленные, которые отвечают за выносливость. Если привести пример, все представляют марафонцев, которые по 40 километров бегают, там 42 у них, по-моему. Они все поджарые такие, худые. А спринтеры, которые 100 метровки бегают, они вот похожи таких вот даже бодибилдеров. У них такие ноги мощные, такие они сами мощные. Удивляешься, думаешь, почему так? Они взрывную работу делают. Им нужно максимально приложить усилия на короткий промежуток времени. Поэтому им выносливые мышцы не подходят. Им подходят больше мощные взрывные мышцы. Вот те, кто наращивает мышцы, они как раз работают взрывными такими, скажем, упражнениями, где они берут максимальный вес и 2-3 раза его пытаются преодолеть. Тогда мышцы начинают увеличиваться. Ведь организм понимает, чтобы поднять такой вес, что нужно. Не хватает мышц, будем строить новые волокна, новые мышцы. Поэтому питание – это 50% успеха. Поэтому я думаю, что это будет, скажем так, в грубой форме насилование организма. Пытаться на сыроедении, нарастить большие мышцы. Не надо. Зачем? Просто тренироваться в свое удовольствие. Вот и все. Тут ключевой вопрос и ответ, наверное, не надо. Зачем? Да, то есть многие сыроеды уже думают то же самое. Зачем им эти большие мышцы? Ну, а здесь нужно просто понять, во-первых, вообще в любом питании, когда человек, например, в питание, в тренировках приходит в зал, в первую очередь я ему стараюсь поставить цель. Зачем ты пришел сюда заниматься? Тебя не устраивает твой внешний вид? Ну, хорошо. Ну, потолстеешь чуть-чуть. Ну, одежду же можешь сюда больше купить. Ну, жена тебя же любит таким, будет любить. Ну, я не знаю, там начинают говорить. Ну, просто хочется себя хорошо чувствовать. Я говорю, понимаешь, говорю, вот просто хочется хорошо чувствовать, тебя хватит месяц, максимум, ну, два. Потом многие люди просто бросают в зал, потому что не знают, зачем им это надо. Вот только те приходят, которые зачем, в очень сильной мотивации бывают, например, хотят понравиться партнеру своему, там, завевать девушку какую-нибудь. Или, например, человек уже всего добился, у него уже все есть, он хочет просто изменить свою жизнь, хочет перед своими коллегами, перед партнерами, когда они куда-то ездят, раздеться на пляже и не стесняясь показать им, в какой он хорошей форме. Вот это сильно мотивирует. А если человек просто шел, увидел рекламу фитнес-клуба или еще что-то и просто пришел, чтобы хорошо себя чувствовать, ну, конечно, кто-то и останется, втянется. Там хороший коллектив, единомышленники. Но зачастую бывает так, что бросают очень часто. И также в питании. Если человек знает, зачем, зачем, как я уже сказал, три месяца я сидел, я знал, зачем. Я хотел поменять просто свое мировоззрение именно на некоторые вещи. попробовать, проэкспериментировать. И меня это мотивировало очень сильно. А человек, который это сделал просто потому, что ему это навеяли, он где-то прочитал, просто, скажем так, решил потянуться за кем-то, за своим товарищем, попробовать. Не всегда помогает для того, чтобы удержаться в рамках. Очень важно от головы все идет. Настрой. Это в первую очередь. Самое главное – понимать, зачем. Знаешь, зачем сейчас я занимаюсь спортом? Я просто в прошлом спортсмен. У меня были другие цели, когда я только занималась спортом, начинала заниматься. Сейчас мне нравится заниматься спортом. Я даже не для мышц, не для силы, а вот состояние то, которое после спорта приобретаешь, то энергию, то силу и вот этот позитивный настрой. Я от этого уже зависимо, скажем так. Мне это нравится. Ты знаешь, это не только характерно описание для тебя, это для всех. В первую очередь, например, почему я занимаюсь, потому что я без этого уже не могу. Когда я не занимаюсь длительное время, у меня такое чувство, что я превращаюсь как-то, не знаю, в, скажем так, расслабленного человека, который выбивается из ритма жизни. Например, бывают в жизни всякие события, стрессы, сильнейшие переживания. Многие пытаются заглушить это какими-то... Кто-то стаканчик спиртного пропускает, кто-то сигаретку выкуривает, кто-то просто идет в ночной клуб, кто-то хороший фильм смотрит. У всех разные способы снятия стресса. Но самый эффективный – это физическая нагрузка. Не обязательно это тренажерный зал, может быть, бег, теннис. Объясню, в чем особенность. Когда мы испытываем состояние стресса, у нас вырабатывается такой гормон, по-моему, называется кортизол, который в организме начинает сжигать мышцы, все, в общем, это такой гормон стресса. И когда мы тренируемся, мы его выжигаем. Мы его выжигаем, избавляемся от него. У нас вырабатывается множество эндорфинов, гормонов радости. И человек после занятия выходит из зала и думает, какие-то проблемы, которые мне казались еще два часа назад неразрешимыми, кажутся такими мелочными. Особенно, когда он находится в кругу единомышленников, с которыми занимается. Он же видит, что люди в такой же жизни живут. У всех проблем, и не бывает, чтобы было без проблем. И спорт, любой спорт, даже просто бег по пляжу с утра, очень сильно помогает справиться со многими проблемами. И держать себя всегда в тонусе, всегда быть активным, всегда быть на шаг впереди любого другого, кто в это время решил поспать или поехал домой посмотреть телевизор и макаронов поесть. Поэтому ты не одинока. Я думаю, что все, кто увлекается спортом, именно поэтому и занимаются. Классный вообще рецепт, классные советы для тех, у кого какие-то проблемы на пробежку. Вообще, я вот даже рекомендую своим многим знакомым, и в том числе своим ученикам, если есть какая-то проблема, ты не знаешь, что с ней делать, приди просто в спортзал. Даже если у тебя нет желания тренироваться, ты просто приди и начни ходить по дорожке. Поверь мне, походив полчаса по дорожке, ты уже захочешь пойти позаниматься. А начав заниматься, ты поговоришь еще со своими коллегами по залу, они тебе поднимут настроение, потому что, как правило, всегда все там приколисты приходят, пошутить, там никто о проблемах не разговаривает, все хотят просто так вот, скажем, получить приятные эмоции. Это лучший способ борьбы со стрессом. Бывает очень сильно не хочется, хочется прийти домой, закрыться, многим уйти отосех, но это не решит проблемам, к сожалению. Лучше прийти и просто ее победить. Мне кажется, это лучше всего. Согласна. Борис, давай коснемся темы воды. Многие сыроеды, мои друзья, и, в принципе, я также. После тренировки мы практически не хотим пить, ну, чуть-чуть, и во время тренировки. Вообще воды мы пьем очень мало, нам не хочется ее. Она кажется невкусной, вот сейчас стала невкусной, мы сейчас лучше кокосовый пьем, нежели просто простой воды. Как ты считаешь, это нормально? И с чем это связано? Ну, я, наверное, на 100% не соглашусь, потому что человек состоит на 70% из воды. Все кровь, все наши микропроцессы, которые происходят, все замешано на воде. И вода – это чистый, скажем, такой источник земной, который зародил жизнь. Когда мы пьем, мы пополняем резервы, необходимые для нашей работоспособности, для того, чтобы наша кровь не была густой, текла по жилам, особенно во время нагрузки. И когда человек тренируется, соответственно, он теряет воду, особенно, когда жарко. И не пополняя ее, происходит следующее. Кровь густеет, сердце увеличивается, нагрузка из-за того, что качать сложнее эту кровь. Сложнее передаются импульсы в мышцы или по электролитам. И обманчивое такое ощущение, что не хочется пить, оно просто идет из привычки. У меня был такой момент, когда мне не хотелось пить. Я не пил, наверное, года два, вообще даже во время тренировок. Ну, пил в день, я не знаю, может быть, два стакана воды. Мне не хотелось пить совершенно. Я как-то перетерпливал. Сначала перетерпливал, а потом уже и не хотелось. И что произошло? У меня было два или три раза проблема камня в почках. Значит, у меня были жуткие приступы. Я начинал пить воду, начинал пить травы. Они благополучно выходили. Слава Богу, не пришлось хирургического вмешательства. Но потом я встретился с очень одним хорошим профессиональным урологом, врачом. Он посмотрел мои анализы, посмотрел вот эти вот камни и сказал, слушай, проблема в том, что ты мало пьешь. У тебя почки не фильтруют, у тебя воды мало проходит, у тебя в организме накапливается отложение. Ведь когда мы потребляем любую пищу, она все равно в виде каких-то токсинов остается в организме, она не может в себя перевариться. Вода – это естественный, скажем так, источник очищения организма. Вот, например, возьмем машину, у нее в радиаторе вода, которая и охлаждает организм, это мотор, который предотвращает его от перегрева. В нашем организме вода – это как в машине в радиаторе, она охлаждает нас от перегрева. Почему мы потеем, чтобы не перегреваться? Что-то происходит, все везде вода. Особенно, когда мы мыслим очень хорошо, мозгу требуется очень много воды, потому что он самый большой потребитель энергии. И вот, когда мы ее не пьем, эту воду, у нас создается впечатление, что вроде нам и не надо, но мы постепенно не замечаем, что мы раньше времени утомляемся, что-то где-то плохо себя чувствовать начинаем. Пускай не сразу, это происходит как постепенно, накатывает. И как раз вот кокос, чай – это все является не водой, потому что она, значит, для того, чтобы в организме воды было достаточно, значит, у нас требуется на 30 килограмм, вообще, вес 1 литр воды. Вот. И это считается не для людей, которые ведут там суперактивный образ жизни, а для нормального человека. Ну, в среднем, люди стараются придерживаться 2 литра воды в день. Стакан чая – это не вода, это дуоретик. Выпивая стакан чая, мы должны еще сверху выпить стакан воды, чтобы заменить то количество потерянное от чая, кофе. Допустим, тот же кокос – это классно, это очень полезно, но это является пищей, это переваривается. Вода не переваривается, потому что она уже чистая сама по себе. Кокос переваривается, он содержит сахар, он содержит там какие-то витамины, и это просто как еда. Ну, возьмем, к примеру, как суп, да? Ты же суп ешь, жидкое питание. Да, просто жидкое питание, да. Я не спорю, что он полезен, я знаю, что он очень полезен, знаю, я читал про его свойства, но воду надо пить для того, чтобы поддерживать естественный баланс в организме, для того, чтобы очищать свой организм от шлаков, которые остаются в еде, для того, чтобы наша работоспособность никогда не снижалась. Допустим, когда вы тренируетесь, вот, допустим, и хотите пить, это значит, вы уже потеряли порядка 30-40% воды. Пить надо до того, как захочется. Утро я, допустим, начинаю всегда с стакана воды, обязательно. Хочу пить, не хочу, я это делаю. Когда организм привыкает к тому, что вода постоянно поступает, то на самом деле ощущения уже другие становятся. Вот просто по себе ощущения другие становятся. Особенно если человек тренируется, ведет активный образ жизни, я советую воды пить. Причем не меньше двух литров, это точно. За тренировку можно вообще литр-полтора в легкую выпивать. Тем самым мы очищаем свой организм и поддерживаем работоспособность. Не зря говорят, что без еды можно и две недели прожить, и месяц, а вот без воды три дня только совсем. Поэтому это каждому, конечно, свое, у каждого свое убеждение. Я не буду спорить с этой точкой зрения. Это я просто высказываю свое мнение. Я пил и всегда всем советую пить. Именно чистую воду, не считая там всего. Я с тобой абсолютно согласна. Но согласна для людей, которые ведут здоровый образ жизни, они питаются традиционно все-таки. В среду считается, что шлаки и токсины откладываются не в таком количестве. И чистить так их водой, скажем так, не нужно. Но я согласна, что воду нужно пить все равно для того, чтобы очищаться, когда хочется. Просто бывают моменты, когда среду совершенно не хочется пить. Реально там считается, что он так же структурированную воду хорошую поступает, получает из фруктов. Ты говоришь, что все-таки это жидкое питание. Есть, конечно, вопрос, да, все-таки, какая это вода? Вода ли это? Но вот, тем не менее, так оно и есть. Я, наверное, предлагаю слушать свой организм в большей степени и доверять ему. Ну, вот по поводу слушать организм, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы уметь его слушать. Потому что, живя, скажем так, в раздельности от природы, в городах, многие люди уже давно перестали слушать саму природу. Они больше уже техногенно живут. За них решают все проблемы технологии. Там, мы не ходим босыми ногами по земле. Мы отучились вообще слушать не только свой организм, но и вообще все, что происходит вокруг. И мы слушаем только врачей, которые выпускают какие-то новые, скажем, методики для чего-то. Мы видим рекламу, и многие уже забывают вообще, как это должно быть. Они думают, что должно быть так, как говорят. И вот то, что ты сказала, это, конечно, здорово. Я с этим полностью согласен. Но все ли могут слышать свой организм, живя в привычном бешеном ритме городов, мегаполисов? Нет, не все, далеко не все. Конечно, вот я лично про себя могу сказать, что только оказавшись здесь, я вставая в 5 утра дома, я с родом и не встал в 5 утра, легко, и прийти сразу там сделать зарядку, поплавать, начал осознавать какие-то моменты, связанные именно с моим организмом, до которых мне дома просто дела не было. Мне некогда было этим заниматься. Были другие заботы. Вот и все. Поэтому что так. Борис, спасибо тебе огромное за эти ценные советы и рекомендации. Много что прояснилось, много очень интересной информации. Думаю, что мы могли бы разговаривать дальше и бесконечно. Расскажи, пожалуйста, ты же проводишь тренировки на Самуи сейчас, да? То есть к тебе люди, в принципе, могут обратиться даже удаленно с формированием их программы тренировок. Ну да, я, оказавшись здесь, не мог не продолжить занятия. Допустим, дома я это делал в спортзале. Здесь сейчас мне очень нравится на открытом воздухе. Шикарно. Да, и, скажем так, предложив нашим друзьям попробовать вместе со мной, я понял, что очень было бы здорово вообще многим людям здесь, скажем так, помогать не только отдыхать, скажем так, душевно, лежа на пляже, но и физически набрать хорошую форму во время отдыха. Активно, скажем так, совмещать отдых с активными движениями. И, в принципе, было бы здорово, если бы многие люди, которые здесь сейчас находятся, присоединились бы ко мне и вместе со мной с утра, лучше всего здесь или вечером, когда не жаркое солнце, физически активно бы тренировались. Мы бы делали, допустим, всякие какие-то упражнения, растяжки, которые бы не только помогали бы себя прекрасно чувствовать, но и повышали бы еще настроение. И давали бы отличный повод для того, чтобы, приехав домой, продолжить это, не сбавляя темпа. Да. Так что всех желающих жду в пополнении своей ряды. А я рекомендую обратиться к Борису, потому что Борис великолепный тренер. Я уже испытала это на себе. Спасибо. Ну, просто у меня такое призвание, наверное, помогать людям именно вот в физическом плане, помогать им улучшать свое здоровье, самочувствие. Мне это нравится. И для меня даже больше доставляет удовольствие, когда чем больше людей я тренирую, тем больше я заряжаюсь энергией от того, что вижу, что они это делают, им это нравится, какие у них результаты. Поэтому это как моя любимая работа, наверное. Здорово, здорово. А мы заряжаемся, в свою очередь, от тебя. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Кира. До новых встреч на новых тренировках. До новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok